Илья Николаевич сейчас ветеран ФСБ. В 80-м году он работал в КГБ в Славгороде. Оттуда его как лучшего сотрудника и отправили в Москву. Причем свои профессиональные задачи чекист должен был выполнять под прикрытием. Его внедрили на комбинат питания Олимпийской деревни в качестве заместителя директора по общественной деятельности. Нужно было скомплектовать коллектив из работников ресторана. Где-то человек 100 нужно было проверить и отобрать. По надежности. И человек 200 волонтеров нужно было отобрать, тоже проверить по надежности. Это 300 человек. Всего времени оставалось месяц-полтора. Это нужно было перелопать. Очень много, как говорится, документов. Всего за неделю ему пришлось изучить столицу, стать похожим на коренного москвича и освоить ресторанное дело, чтобы выглядеть профессионалом в сфере общественного питания. И все это для того, чтобы выполнять две задачи. Следить за тем, чтобы нигде ничего не взорвалось и чтобы никого не отравили. Блюда находились в таких шкафчиках под стеклом. Открываешь форточку, берешь блюдо. Вот спортсмен поставил блюдо, ему не понравилось. Он берет ее обратно, туда ставит, в этот же шкафчик. Служащий работник, значит, убирает все блюда и выбрасывает в ящик черный. Если спортсмен вернул, где гарантия, что он что-то туда не подсунет? Чтобы не выдать себя в кармане рубашки Ильи Николаевича, всегда было три пропуска. Сотрудника службы безопасности, администратора Олимпиады и допуск в жилую зону. Не путались, как за какой предоставлять? Приходилось смотреть внимательно очень. Допустим, вам сейчас нужно достать пропуск в жилое помещение. Ну, здесь вот раз, в жилое помещение. Каждый день Ефимову нужно было следить за приемом пищи 8 тысяч спортсменов. Находясь все время на работе, на Олимпиаде 80, он смог посмотреть лишь несколько отборочных боев по боксу и волейболу. Удивили баскетболисты. Правда, вне игрового поля. Заходят представители команды баскетболистов ко мне и попросили открыть служебную дверь. Дверь открываю, передо мной пупок. Вот здесь. Я сам тоже удивился. Гляжу, а это Ульяна Семенова. А она 2 метра 20 сантиметров роста. За хорошо выполненную работу Ефимов получил благодарность от самого Андропова. Сейчас документы, напоминающие об Олимпиаде 80, хранятся в музее ФСБ. Их мало кто может увидеть. Зато воспоминаниями теперь, спустя 36 лет, бывший чекист может свободно делиться. Не исключено, что скоро мы сможем узнать и тайны Олимпиады современности.